короче ребята начали подъем 4 30 утра было стрёмно проходить там где не совсем легально ходить и это начало ступенек обязательно берите с собой воду и очень рекомендую перчатки и очень удобную воду очень удобную обувь потому что без нее достаточно сложно и скользко ощущение офигенно но какой-то момент капец как тяжело идти особенно здесь когда понимаешь что почти ответственная скала и эти ступенечки и очень мокро руки очень мокрые влажные потому что идет дождь а по прогнозу погода была солнечная поэтому пошли именно сегодня но ничего покажем вам как найти в тяжелых условиях идем дальше where are from from here cool yes first time hiking this yes first time oh right on my second time on hawaii and first time here oh good choice to come hike this one no it's the best view and the best feeling of my life how often you do this hike hardly ever i haven't done this in like 10 years 10 years oh my gosh it's been a long time okay let's go thank you thank you bro see you thank you ребят мы уже почти наверху и чем выше идешь чем эмоции тебя наполняют наполняют вау круто даже если еще ничего не видно ты знаешь что сделайте ступеньки и ты очень горд собой тут конечно скользко поэтому держусь двумя руками было бы очень круто вообще офигеннейшие эмоции очень круто последний рывок очень крутой это реально стоит того чтобы сюда подняться в начале пути я хотел все это бросить но сейчас такой ну наверное вы видите по эмоциям что меня аж всего прет адреналин пошел уклон практически отвесный и ветер прямо так хорошенько дует оу ё вот я теперь понял что это место именно то ради которого сюда идешь 3 915 3 916 3 917 3 918 3 919 3 920 3 921 3 922 мы сделали это капец это просто невероятный путь на самом деле есть два пути сюда легальные и нелегальные как бы наказуем и а если вас поймают 1000 долларов штраф конечно вот эта лестница по ней очень круто идти есть второй выход я не знаю может быть я сейчас уговорю нашего проводника показать как хотя бы как туда идти хотя бы чтоб но для сравнения хуже лучше вот но единственно что если вы идете потом спускаетесь вниз поднимались одним путем то придется вызывать как минимум угар короче я хочу показать то как выглядят люди вот посмотрите мы выглядим хорошо те кто пришли нелегальный путем и здесь есть наш друг который пришел а легальным путем он очень грязный то есть если вы видите вот поэтому хотите нелегальными путями о о послышишь как хорошо что идет дождь можно руки помыть короче ребят итак мы на стервой ту хэвен подъем сюда был достаточно длинный очень классный к сожалению была плохая погода эмоций масса всем рекомендую единственное обязательно возьмите удобную обувь моя обувь была не настолько удобно обязательно возьмите рюкзак со сменной одеждой потому что было во первых пошел дождь хотя прогноз погоды был достаточно классный но подвела нас погода поэтому берите обязательно с собой все вещи чтобы было вам классно кроме того обязательно возьмите перчатки потому что например сейчас мокро скользко и за перила держаться не очень удобно и верьте в себя потому что на самом деле я вам хочу сказать что вот подъем на стервой ту хэвен он помогает вселить себя веру и ваш бизнес в то что вы делаете потому что когда вы идете сюда поднимаетесь в темноте вы ничего не видите вам капец как тяжело становится и вы думаете может все бросить еще в начале потом ты видишь огоньки вверху когда люди идут и понимаешь о они пошли раз они пошли значит нужно идти и мне а раз нужно и мне и я иду и достигаю также пишет никогда и чем дальше идешь тем больше рассвета тем больше красоты видишь и потом ты кайфуешь ты дошел ты молодец мы наконец-то видим что вот уже там начинается уходят облака и там очень красивый вид будет поэтому мы очень надеемся очень скоро увидеть эту красоту это миша мой проводник миша огромное тебе спасибо скажу здесь на вершине алоха зато за тот классный путешествие и он очень позитивный посмотрите миша не уже залез наверх миша уже наверху он танцует ему уже хорошо потому что самом деле холодно и приходится развлекаться когда ты поднимаешься на новую гору достиг своей вершины ставишь себе новую цель идешь к ней но для того чтобы дойти до новой классной вершины тебе всегда надо спуститься с горы в долину пройти по ней и заново подыматься и там будет еще круче честно вам скажу что ощущение достаточно странные по поводу спуска что не так просто здесь спускаться ребят особенно когда начала пригревать солнышко стало на душе так хорошо вот просто душа мы на самом деле очень сильно замерзли там наверху ветер и когда еще было много людей но как бы было тепло потом мы ждали где-то час-полтора чтобы развеялась ничего не развеялась погода поменялась к сожалению погода на гавайях меняется очень быстро вот у нас в чикаго говорят что если не нравится погода подожди полчаса и она поменяется на гавайях так не действует она может оставаться хуже хуже но вот посмотрите там сейчас из-за облаков немножко развивается и так уже видно внизу город и эту красоту и кстати тоже тут видно что облака и ветер и дождь тоже он идут что это все идет вниз вот поэтому ребят мы продолжаем наш поход вниз надеюсь что видео получится очень классным и вам понравится это видео поставьте лайк а лучше напишите какой-то комментарий что я точно знал как и результаты чтобы вы хотели чтобы я снимал следующий его глаза это свет далеко бед сразу так йоу как красиво смотрите ребята я очень надеюсь что погода становится лучше и мы сможем что-нибудь заснять во многих фильмах которые смотрел в детстве было вот находишься такую штуку и потом ты понимаешь что берешь когда рукой вот так вот делаешь вот и должно что-то открыться просто такой бабах открывается прекрасный вид я надеюсь сейчас блин я вот так вот прямо специально показываю иду бочком надеюсь что моя камера в 360 снимает и можно будет показать и потом поражаешься как они отсюда построили все эти строения я потом в интернете дам вам информацию когда это все закрылась до какого-то момента это все работа очень инстаграмное место я вам сейчас сначала покажу его вот отойду и мы отсюда будем делать фотографию для того чтобы она получилась конечно я жалею что не взял с собой сюда фотографа у меня есть ощущение что мы сюда сходим вот поэтому но сейчас сделаем фотку и она слайд будет такой йоу не завидали ребят которые они специально пришли с другой части острова они по-другому шли а там намного грязнее дорога но вот они именно захотели потренироваться это одна из моих любимых мелодий вы знаете дурной пример заразитель то есть посмотрел и так прикольно короче это привет моему тренеру я потренировался даже здесь это было на самом деле тренировка сюда подняться спуститься взять водички попить покайфовать ребят наслаждайтесь жизнью творите вещи которые иногда вам кажутся бесшебашными именно тогда вы получаете от них кайф улыбнитесь сегодня кому-то вот кто-то будет очень грустно идти улыбнитесь и пожелать ему хорошего дня возможно это покажется кому-то необычным но это очень круто и дарит хорошее настроение у нас очень часто делают на drive-thru зонах когда люди подъезжают старых заказывать кофе просто берешь и оплачиваешь кофе предыдущему заказу и буквально на днях у меня знакомый говорит она была 22 машиной которые вот оплатили так каждый уже оплачивать не свой заказ за следующую машину и людям так приятно творите людям добро солнышко то прячется он появляется из каждой точки абсолютно другой вид появляется поэтому просто я кайфую а вот оттуда я когда всегда еду вот там вот видно где дорога и она прорывается сквозь этот горный хребет но ты когда едешь и всегда думаешь боже как же там красиво а сегодня я это как же там красиво вижу отсюда и говорю как же тут красиво а вот что-то а вот что-то а вот что-то а вот это Как вы видите, мы только спускаемся, а ребята только поднимаются. То есть как бы еще есть подъем. Ну и конечно ребятам повезло больше, потому что у нас был дождь, а у них будет солнце видно. Поэтому это очень круто. Спасибо, будь осторожным, добрый день. Спасибо, до свидания. Там капец как страшно. И слово капец я подбирал, чтобы не сказать грубее. Вот, и чтобы не замьютивать. Сейчас, ну, в общем спускаемся. Я сейчас попрошу Мишу уже выключить камеру и держаться обеими руками. Еще раз просто покажи Мишу вот эту красоту, которому мы не устаем удивляться, наслаждаться. Потому что здесь видно все просто как, вот, аж слов не хватает. Потому что я вот смотрю туда, какая красота там. И вот делаем обзор, ну, такое видео, то есть в океан. Все это очень круто выглядит, очень красиво. Мы сегодня прошли вверх и вниз, называется лестница в небеса. Очень круто. Стервейт в хэвен. Всем рекомендую, очень хороший хайк. Главное, будьте в хорошем настроении, в хорошем здоровье. Одевайте классную обувь. Берите перчатки. Без перчаток плохо. И тогда все будет офигенно. Это Сергей Шахов и канал Cool Life in the USA. КОНЕЦ